Поверьте. Загадки пещеры в заповедной. Самая известная в Одессе пещера. Самая наиболее ранняя из знаменитых. Самая посещаемая и описанная. И вместе с тем загадки этой пещеры. Ну и вместе с тем, это самая менее изученная на данный момент пещера. Те, кто занимается изучением, поймут почему. Потому что в нее всегда можно пойти, всегда с ней можно провести исследования. Поэтому все это откладывается на завтра. Завтра до сих пор не настало. Пещера была найдена в 1929 году. Сразу же получила известность не как пещера, а своими находками. Проводились раскопки, начиная с 1932 года, планомерные. В 1963 году она была признана памятником общегосударственного значения. Там организован геологический памятник. Академия наук организовала там палеонтологический заповедник. Вместо постоянно действующих раскопок. Была большая популярность этого дела. Палеонтологические материалы оттуда хранятся во всех крупных центрах бывшего союза, где занимались палеонтологи. Это Москва, Ленинград, Киев, Паку, Одесса. Там найдено 46 видов животных определено. Примерно 50 тысяч костей там откопано было. И общий объем раскопок достиг полутора тысяч кубометров. Вот что представляет из себя, в общем-то, эта пещера. Заложена она образовалась в фантических известняках. Пять примерно миллионов лет назад, в фантический век, здесь было море. Над ней его откладывались илы и раковинные банки, которые со временем море отступило, литифицировалось, превратились в известняк. И где-то порядка четырех... Это не надо, это ко мне не относится все. Там где-то три ноля. И где-то порядка четырех миллионов лет назад это была уже суша, и образовывались пещеры. В то время на месте Одессы, в общем-то, юга Украины находилось нечто вроде африканской сованы. Это была такая засушевая местность, безлесная, с недостатком воды, в которой жили такие экзотические животные, как верблюды, страусы, носороги, мастодонты, мамонтов не было еще тогда, саблезубые тигры и так далее и тому подобное. И вот на этой местности образовались пещеры. Значит, первая загадка заключается в том, что в Одессе, в ближайших ее окрестностях, нам известно сейчас 75 кастовых пещер. Но из них 64 пещеры сконцентрированы на очень небольшом пятачке местности. Это участок длиной 1,9 километра с севера на юге, 2,6 с запада на восток. То есть 64,75 пещер находятся вот на этом участке. Почему? Первая загадка. Сейчас мы знаем сотни километров подземных выработок. То есть, если, допустим, в 60-е годы можно было сказать, что мы знаем здесь, потому что не знаем вокруг, то сейчас это не так. Работы ведутся, в общем-то, в катакомбах по всей Одесской области, начиная от Арциссского района и кончая Коденским районом. Известные картированы сотни-сотни километров выработок, а пещеры находятся здесь. Единичные. Вот эти 75-64 расположены там в холодной балке на Каментеновском районе. Все остальные находятся здесь. Вот. Местность, в общем-то, одинаковая по заложению, ну, по старому климату, по всему. Вот. По геологическому строению примерно. Примерно все одно и то же. Итак, 90% находится не только в Одессе, а вот на вот этом вот небольшом пятачке. Почему это произошло, мы ответить не можем. Значит, пытались разные делать интерпретации этого всего дела. Сергей Анатольевич, мы много на эту тему говорили. Я все пытался получить от классической геологии ответ. Где же мне искать новые пещеры? Вот. Но оказалось, что на решение задачи наоборот идет. Там, где нашли пещеры, там они объясняются почему. Вот. Я вспоминаю известного спелеостолога российского, Берри Белицына, который в своей работе писал так, что значит, он занимался пещерами российской равнины, он пишет так, что значит, когда вы поступаете к поискам пещер, не надо спрашивать у геологов, будут они здесь или нет, потому что геолог вам тут же докажет, что их нет. Но когда вы найдете пещеры, он так же само ясно объяснит, почему они здесь находятся. Вот мы здесь пришли, в общем-то, к такому-то. Вот факт есть, нет, поэтому это загадка номер один. Дальше. Значит, вторая загадка заключается в том, почему были вскрыты эти пещеры. Мы знаем, что весь Одесский карст это гипогенные полости. Что такое гипогенные полости? Это полости, развивающиеся снизу вверх. То есть в классике вода, попадая в трещину, попадает вниз в известняк, растворяет его и в виде источника выбрасывается где-то в понижение. Ну, на берегу реки, моря там и так далее. Вот. Это классика, то, что учили всегда. Значит, Александр Борисович Калинчук разработал новую теорию, за что и получил мировую известность образования гипогенного гаста. Значит, о том, что говорил Евгений Анатольевич. Вода скапливается на водоупорье. Ну, в данном случае на миотической глине. Вот так вот тут она. Дальше, значит, так как оно подвержено колебаниям, которые вам только что демонстрировались, уровень воды вот так гуляет. Вот. Как только вода поднялась, она начинает растворять из известняк трещинок. Она упала, прекратилась. Вот так идет гуляние. И стоп, понятно, в какую-то сторону направлен. То есть полость растет, не имея выхода на поверхность. Растворение происходит снизу, сброс идет снизу, и потом стоп идет воды. Поэтому могут образовываться сразу, единовременно, огромные сетчатые лабиринты, которые не имеют никакого выхода никуда. То, что произошло в Одессе. Когда начиналось изучение этих пещер, было удивление, почему мы находим большие пещеры, ну, допустим, на Таллину пещеру длиной более километра, а у ней, в общем-то, ничего нет. Сразу она образовалась, как бы, и все. Вот. Еще более удивительны были пещеры. Классика это Одесская первая. Когда пещера имеет 42 метра длиной, треугольник высотой примерно 3 на 3 метра. Вот. Оба конца у нее тупика. Это просто такой вытянутый коридор. Значит, везде тупики. И самое, что поразительное, можно сказать, что по щелочкам вода где-то как-то уходила, она находится в целике. То есть катакомба, выработка, обходит ее по кругу. Вот пещера, вот мы ее обходим. То есть уже никак нельзя сказать, что где-то там не пролезли, не нашли. Вот. И потом вот эта гипогенная теория, это дело, в общем-то, объяснила все. Вот. Были найдены здесь, в общем-то, один из стопов доказательств был, это нашей пещеры, которая легко контролируется. Вот. Было найдено. Итак, почему эти пещеры образовались, как они образовались, мы знаем. А вот почему в заповедной произошли колоссальные провалы, почему она была вскрыта, вот. Это вторая загадка. Что значит вскрыта была? Значит, максимальная ширина наших, хотел сказать, выработок пещерных ходов порядка 3-3,5 метра. Это треугольник. Вот. Значит, а входная воронка, та, что раскопана и более-менее изучена, вон она цифрой номер 1 показана. Значит, имеет диаметр 15-25 метров. Тот, кто немножко горное дело, знает, что никогда полость, имеющая 3 метра, не даст воронку 20 метров. Ну, может быть, 3,5, может быть, 4 метра на размер. Вот. А тут в несколько раз превышение ширины. Вот. То есть, эти вещи описаны в классике, в учебниках по горному делу, в популяренх делуге. Этого не может быть. И вот оно есть. Значит, глубина этой воронки, она была примерно 6-9 метров, когда она образовывалась. Потому что сверху над известняками известняк здесь имеет мощность всего лишь 12 метров. Находились глины. Ну, в то время, допустим, их было чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, но это все равно было первые метры. А воронка, то, что раскопали наши предшественники, она имеет вертикальные стенки. Известняк плитчатый, острообломочные куски лежат внутри ее. То есть, что-то произошло, стенки не успели даже долго простоять и выветриться. Выветрила известняка нет. Какой он до нарушены, такой он туда и попал. Вот. Что-то сделано. Дальше, значит, еще несколько цифр. Я буду по бумажке смотреть. Значит, мы видим скопление, находим скопление фауны, костей, всего лишь в четырех пещерах. Это пещера-заповедная, вот она 1-2 показана. Там, где 3, на удалении находится, Грицаевская пещера. Выше двойки, если взять вверх, находится пещера П-45, она не имеет названия. 3. И четвертая пещера Наталина, она находится в правую сторону от двойки, в 750 метрах. Значит, та пещера, понятно, что не имеет к этой никакого отношения и никогда не имела. Вот эти вот три пещеры, возможно, являются одной и той же, только мы их пока еще не можем соединить. В остальных, как я вам говорил, 75 пещерах, то есть, минус 4, в 71, ничего подобного нет. Оно не произошло. Вот эти вот расстояния, тут по плану, значит, если смотреть, получается, что Грицаевская находится в заповеде 150 метров, П-45, 140, 160 метров. Вот. Все это вписывается в овал длиной 240-270 метров на 200 метров с запада на восток. Вот. Все входы, даже проблематичные, находятся в круге диаметром 200 метров. Почему говорю проблематичные? Вот цифра 1 на Татарской воронке раскопана с трех сторон. То есть, да, она тут, она вот такая. Второе, это похожее место, аналог. К нему подобрались с одной стороны и то не очень классно. Третья воронка фиксируется только по резкому увеличению вот. Только по увеличению поля матоматичных космического материала. Вот. То есть, мы поэтому считаем, что эти все входы здесь имеют место быть. на Таллине это тоже имеет какой-то вход, потому что там тоже нашли крупные, остатки крупных животных. Вот. Значит, два вот этих входа, первый и второй, которые более-менее фиксированы, значит, находятся на расстоянии всего лишь 65 метров. Итак, смотрите, вторая загадка. Значит, первое, почему здесь эти пещеры образовались в этом месте и почему входы образовались все на вот таком маленьком участке друг от друга. Вот. И почему эти входы не являются классическими для нашего Харста и вообще, как сказать, теоретически не могут здесь существовать. Но оно находится здесь, это можно видеть и смотреть. Это вторая загадка этого сегодня. Вот. Теперь третья. Значит, пещеры были обнаружены в 1929 году экспедиции Димуфия Григорьевича Грицая, хоза экспедиция, которая обследовала катакомбы. Вот. Так пишется в классике. Вот. Существует три версии этого находки описанных. Значит, две из них это очень-таки романтичные, связанные с уголовниками, погонями, перестрелками и так далее. Вот. Вряд ли они соответствуют действительности. А вот одна версия более она неинтересна совершенно. Точнее говоря, даже это не версия, это констатация факта, что во время одного из выходов в стенке выработки было обнаружено пещера, в которой были кости животных. Вот. Так как ей не придавалось никакого значения этой находке, то, видимо, она и является верной. Все остальное это выдвиги в 50-х годах через 30 лет после того, как было. Теперь, значит, я пытался анализировать, как это могло произойти и как это произошло. Значит, начальник экспедиции, он, да, действительно был начальник, Воронецкий поднял подлинные документы и продемонстрировал это все, там его рукой написано, там все это дело не Воронецк, имеется в виду, а Грицая. То есть, значит, это не подлежит сомнеть. Но Салфак вызывает удивление. Грицеев было в то время 25 лет. Он работал сапожником 8-го разряда. У него было два класса образования. Вот. Никогда ни в одном документе, ни в его воспоминаниях не упоминается, что он где-то до этого бывал в катакомбах и так далее. Это потом все появилось, значит, и он становится начальником экспедиции. Второй момент. Значит, первая пещера в Одессе была найдена Нордманом в 1846 году в карантинной балке. Нордман был естественный испытатель. Тогда они не делились на геологов и биологов. Все это было вместе. То есть, это был образованнейший человек. И он обращал внимание, в общем-то, на гостные остатки. В 1869 году подполковник геологической службы Барбот-де-Марни занимался в Одессе изучением геологии, в том числе пещерами. Пещер в карантинной балке он не нашел, но зато ездил в Нерубайске, где на 1947 году нашел пещеры, повторно их смотрел, описывал и документировал. Пещера в карантинной балке была до того времени потеряна. В 1880-х годах Одесский естествоиспытатель Битгальм занимался изучением известняков и костных остатков в них. Он обращал внимание на пещеры в университете лет 10 назад были найдены неописанные, но документированные его этикетки находок костей и скарствуют пещер. В карантинной балке, то есть, он нашел. В конце 19-го, в начале 20-го века многие палеонтологи, бывая здесь, интересовались этими костями, пещерами, ну, в основном, они могли ознакомливаться только с Нерубайскими пещерами. И это документировано. То есть, интерес на протяжении этих 60-70 лет пещерам был. А вот о пещере заповедной ничего не известно, хотя остатков там органических гораздо больше. Отработка катакомб в том районе началась, ну, может быть, в 1850-х годах, но в 1860-х годах гарантированно. Это по вашему музею фиксируется. И по последним изысканиям, которые проводили при строительстве на улице Михайловской. Там выработки датируются, видимо, концом 1850-х годов. Общественность в Одессе всегда отличалась, так сказать, любознательностью, культурой и так далее. Ничего не происходит. Отсюда возникает вопрос, как это было. Два варианта развития событий. Первое. Предприниматель, каменоломня которого вскрыла эти карстовые пещеры для того, чтобы не иметь себе мороки с посетителями, закрытиями, открытиями, все это дело, что делается, в общем-то, и сейчас. Вам это известно. Старается ничего не найти, не показать. Не показал эти пещеры. Второй вариант. Значит, Анатолий Акольский, который заведовал Одесской городской каменоломней, которая работала на Слободке примерно с 1900-1901 года, был горным техником. Горный техник это должность, но не звание. По образованию он был горный инженер. Горный инженер прослушивает курс и геологии, и палеонтологии. Позднее он стал заниматься не разработкой камня, а креплением катакомб в городе Одессе, в том числе на Молдаванке в основном. А еще конкретнее, на улице Корномышевской Голоковской. Мы там с Васильевой находили его надписи, датированные 1915 годом. Он там вел крепежные работы. Это примерно метр в 70 от пещеры заповед. Мы знаем, что во время крепежных работ, это продолжалось даже во второй половине 50-х годов, некоторые участки закладывались блоками известняка, выбеленными прямо в катакомбах. То есть люди сознательно шли на меньшее зло. Если выработка, которая обваливалась, имела ширину 6,5-4,5 метра, она явно уже валилась и было понятно, что сверху будут деформации, они прорезали реально выработку более узкую, шириной до 2 метров, доставали оттуда камень и закладывали часть вот этой широкой, превращая две полости шириной, чтобы они обе становились по 2 метра. Тем самым, при отсутствии высокого строительства, высотного, они, ну, в общем-то, крепили верхнюю территорию. На Молдаванке этого много, кто там бывал, вы все видите, эти выработки дорезли. Один мой давний знакомый Ивасев, который начал карьеру свою горно-рабочую еще до войны, в 1938 году в бывшей гидромиллиоративной конторе, предшественнице горностроительного спецуправления, значит, рассказывал, как они этим занимались, так как пилить камень тяжело, прутовка, вы знаете, кто в музее была, это самая тяжелая операция, они старались избегнуть ее и работать в уже готовых полостях, то есть допиливать стенку готовой выработки гораздо легче, чем идти в массиве. Так вот, иногда они допиливались по карстовым полостям, по трещинам и пещерам, в пещере мудрости мы даже видим, такое она сохранилась и сейчас, и в кое-каких объектах на улице Дальницкой. Сопоставляя все это, второй вариант находки этой пещеры. Люди Огольского на окраине выпиливали блоки, вот, и выпиливая блоки, посмотрите, можно даже поднимать дерево, вот пещеры, вот носив выработки, а вот к ним подходит всего лишь несколько, причем достаточно узких выработок. Вполне возможно, что пещеры были вскрыты людьми Огольского, но происходило это в 15-16 году. Зная, что это такое, просто-напросто уже использовать эти находки было невозможно, шла война. Пока в 16-м году уже явно было не до палеонкологии всего этого дела. Дальше грянула революция, гражданская война, интервенция и так далее и тому подобное. Поэтому значит он это дело знал, эти пещеры, но использовать этот материал никак не мог, потому что уже было не то время. В 20-е годы Огольский продолжал работать горным техником уже при советской власти в том же городском полконе. В 27-м году начинается пик славы известного русского спелестолога Геннадия Янтовича Стелецлава в Москве, который в 3-е годы получил такую популярность даже в Ларком просвещении Муначарский в шуте называл его своим конкурентом. Он выступал с публичными лекциями, которые даже по радио транслировались. А Кольский будучи грамотным человеком наверняка был в курсе всех этих событий и наверняка являясь так сказать фанатом катакомб любителем этого дела наверняка решил, что если делается тоже в Москве в Киеве то почему этому не будет в Одессе. И видимо он и пробивал эту экспедицию. Потому что экспедиция была организована везде пишется по прямому указанию всеукраинского староста Петровского это известного украинского большевика. Понятно, что сапожник Грицай не мог состоять ни в каких отношениях и даже писать письма документация Грицай и подлинные его бумаги известны с 50-х годов. Он достаточно не очень грамотный и поэтому в те годы никак не мог он этого всего сделать. Итак, скорее всего инициатором этого всего дела экспедиции был Анатолий Польсик. Но будучи из бывших как тогда говорили он не мог быть начальной и тогда по фактовке Олега Губаря был поставлен пролетарский начальник. Пролетарским начальником подходящим оказался Грицай. Почему именно он, мы этого не знаем. Но факт остается налицо. Он был начальником экспедиции, хотя курировал экспедицию Акольский на тех же документах найденных Баранецким четко отчеты принимал Акольский, писал характеристики типа хорошо сделано плохо сделано видимо он же их направлял. Теперь по фактическому самому еще один аргумент почему не так как в книгах пишется найдена была пещера. Значит поиск начал свою деятельность в 65 году. В 66 году уже начали по инструкции ходить усадовские катакомбы через вход называемый Балагава. Михалыч тут или убежал? Район был страшно популярный ходили вы туда регулярно толпы туристов туда ходили через вход прошли не сотни а тысячи людей от входа метров сорока находился зал ожидания там друг друга все ждали встречали переодевались стерки 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 зала не прямо чуть-чуть в стране была вскрыта кастовая пещера я самолично бывал там с 68 года по 72 и только прослушав университет и курс общей геологии и палеонтологии в один из разов встав к стенке вот так я увидел эту пещеру не увидел понял я видел ее до этого десятки раз все люди ходившие там видели ее то же самое но никто не понимал что это такое я еще раз возвращаюсь к тому если бы его экспедиции он сам увидели эту пещеру ничего бы я не понял потому что для того чтобы понять надо прежде всего знать что это такое поэтому я считаю что пещеру эту в общем-то открыл нашел и так далее это Анатолий Покольский вот но опять же это все логические построения и рассуждения построенные в общем-то на логике на знание все это это является загадкой как все-таки это реальность не произошла теперь следующее это третья была загадка переходим к четвертой значит как две я сказал дальше образовался провал эти пещеры вот по определению Тескова московского палеонтолога кости найденные там датируются 3 миллиона 600 тысяч лет назад то есть в это время уже были пещеры они уже замывались заполнение пещеры за попадание туда костей в общем-то сейчас тоже по всем наблюдениям достаточно можно хорошо трактовать если значит раньше считалось что это очень длительный процесс который был измерен с геологическими периодами то есть сотнями тысяч лет это в работах тоже отпечатанных есть палеонтологов наших 60-х годов то после последних наблюдений горных мы считаем сейчас что происходило это все мгновенно мгновенно за несколько лет то есть произошло что-то и образовался провал этот провал мог существовать от нескольких лет до нескольких десятков почему мы говорим что оно было потому что там найдены капролиты гиен и лисиц то есть они там жили на стенке судя по этикетке хранящихся у нас в музее там бывали соблезубые тигры на стенах фиксированы эти царапины когтей то есть та гигантская кошечка точила когти обстанки то есть какой-то доступ потом происходит закупорка и больше уже ничего не происходит закупорка произошла мы знаем что не только в саваннах но и в полупустынях бывают катастрофические ливни когда сбрасывается сразу единовременно большущее количество воды с отмываемой с грязью аналоги мы знаем здесь в Одессе например шахта авангард во время образования провалов единовременно в течение двух суток примерно было сброшено от 65 до 90 тысяч кубометров воды с грязью вот вот балка собрала провал произошел балки она собрала воду со всей верхней части и туда перебросила мелкие полости протяженностью объемом 2-3-4 тысячи кубометров на моих глазах заполнялись в течение 2-4 лет полностью хотя климат у нас примерно такой же самый у нас сухая степь и в общем-то избытка воды нету вот значит попал туда кости были законсервированы и лежали до вот этой загадки а почему я сказал что следующая загадка дело в том что значит среди этих костей найдены кости обработанные со следами как она пишется разумной обработки вот это следующая загадка обработанные они или не обработаны если обработаны то кем потому что 3 600 это предельный возраст даже сейчас это астралопитик Афарелос из Африки вот но следов чтобы он что-либо обработал не существует первый человек хома хибблес человеку белый это 2 2 200 то есть это происходит более древнее хотя может быть будет что-то найденное еще вот если следы обработки подлинные то мы с вами приходим еще в уникальности города Одессы что самый первый человек на земле получается не негр из Африки а одессит из Одессы вот спасибо 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 спасибо